Вечер добрый, уважаемые! Вы слушаете свое радио, ну и, собственно, как обычно, программа «Живые» с 8 до 10, по будням. В эту студию приходят живые люди, живые музыканты, с которыми мы живенько так беседы беседуем. Музыку они играют нам замечательную свою и знакомят вас со своим творчеством. Если до сих пор вы были незнакомы с этим коллективом, то, что называется, прошу любить и жаловать. Ну а если любите эту музыку, то получите удовольствие двойное, а то и тройное. У нас есть традиция, добрая, надеюсь, традиция, сложившаяся достаточно давно. Мы начинаем беседы беседовать только после того, как музыканты сыграют что-либо из своего репертуара, из своей программы. А потом уж, само собой, познакомимся, познакомимся поименно, назову эту группу, и вы наверняка получите полную сатисфакцию, то бишь удовольствие. Как всегда, «Живой звук» в программе «Живые». Поехали! Я с новым утром опять встаю И до заката хожу, пою Эту песню свою твою Эти семь белых, пять черных нот Как рассказанный анекдот Как намазанный бутерброд Взять еще немного слов Про разлуку, про любовь Про луну, про звезды, про дожди Полчаса и будь здорова Песня в принципе готова Сейчас припевчик будет Подожди Я прогуляю по другу По квартоквинтовому кругу Я верю, мне хватит таланта Через доминанту вернуться обратно Прогуляю по другу По квартоквинтовому кругу Я верю, мне хватит таланта Через двойную вернуться обратно Пусть и не Бах и не Моцарт я И весьма тривиальная Получилась мелодия Но с новым утром опять стою И до заката хожу, пою Эту песню свою твою Взять еще немного слов Про разлуку, про любовь Про луну, про звезды, про дожди Полчаса и будь здорова Песня в принципе готова Сейчас припевчик будет Подожди Я прогуляю по другу По квартоквинтовому кругу Я верю, мне хватит таланта Через доминанту вернуться обратно Прогуляю по другу По квартоквинтовому кругу Я верю, мне хватит таланта Через двойную вернуться обратно Ну вот, собственно Давайте будем знакомиться Если кто-то еще не знает Как называется этот коллектив Джентоник Группу, которую мы приглашаем Не первый раз И не первый раз Они приходят к нам Именно первого апреля Так как сложилась уже Добрая у нас традиция Пусть она станет постоянной Вечной Я бы так сказал Многолетней традицией Мне было бы приятно Каждого первого апреля В этой студии Или в другой какой-то Это не важно уже В данном случае я имею в виду В студии программу «Живые» Слушайте эту замечательную музыку Давайте будем знакомить Коллектив С аудиторией Это очень важный момент Вот когда ты надел очки Я теперь не понимаю Как мне с тобой общаться Я там сплю просто Я уже заметил Что ты как-то похрапывать начал Значит, Кухаренко, Кирилл Гитара, вокал Я Здрасте Молодец Здрасте, друзья На первый-второй рассчитайся Дальше у меня просьба Если есть возможность Она, в общем-то, есть у всех Хотя бы один раз за эфир Подойти к микрофону Поздороваться Чтобы люди слышали Ваши голоса Екатерина Какаева Бэк-вокал Можно, Катенька Вот к этому микрофончику Сказать здрасте Здравствуйте Молодец Единственный раз, когда Бэк-вокал будет слышно Молодец Евгений Кручков Баз-гитара Добрый вечер всем Далее поехали Кахон, перкуссия Безменский Майкл Майкл Hello Да он таджик, на самом деле Здоровенький был Украинский таджик Анекдот про Петь Квасил Ивановича Hello Спускайся Это анекдот Это реальная история Кахон, да Кахон, перкуссия Тут спрашивали Ну, сейчас я объясню, что спрашивали Дальше пошли у нас Духовая секция пошла у нас Геннадий Дитте Труба Клавиши Он без трубы Вернее, без клавиш на трубе никак Здравствуйте Не получается, да Тромбон Дорожка на Алексеи Вот он Их еще называют лыжниками Кого? Тромбонистов А, ну да Что они делают это так Я понимаю Саксофон, а как их называют? Евгений Беларенцев Как саксофонистов называют? Женщины называют это сексофон Добрый вечер Мамон говорил Кирилл Абстер Ну, и есть еще барабанчик Мастер кухни, так сказать Он почему-то не стал заходить в свою кухню Сейчас сидит Он у нас на полставки пока Понятно Но он поздороваться может Поздороваться-то он должен же Хоть на полставки-то Владимир Панин Добрый вечер Он появится на своей кухне Так что не переживайте Все, кто смотрит трансляцию Первым делом стали спрашивать А где это? Барабанчик-то где? Откуда звуки-то? То есть люди разбираются А звуки-то у нас вот тут Вот рядом с барабанной нашей ширмой Сидит замечательный перкуссионист У него все в руках У него кахон У него кое-что под Кахоном? Ну, под перкуссионистом у него кое-что Под перкуссионистом Это и есть кахон, да Не все знают, все думают А что у него табуретка так классно звучит? Тут табуретки вообще в принципе Всегда хорошо звучат Если руки умелые Ты же понимаешь А у него руки перетянутые Там перевязанные Как надо Я уже понимаю, что этот человек На чем угодно может издать звуки Причем хорошие, качественные звуки Это вот и есть группа Еще раз напомню, джентоник Как многие стали говорить Их много, нет, их немного Их достаточно для того Чтобы они могли делать Классную, качественную музыку Сегодня коллектив представляет здесь Как я понимаю Это презентация нового альбома Правда? Да, да Все у них хорошо Все у них креативно И даже альбом называется Креативно Гаджеты Казалось бы Что особенного в гаджетах? Но если после слова Гад поставить точку После же поставить точку И ты написать Вот и получится Гад, же, ты Тот альбом, который сегодня Презентуется здесь В программе живые Группа Джентони Здесь, правда, всего 10 треков А сыграть надо будет Как минимум 12 песен Я уж не знаю Где вы еще две найдете-то А мы слышали Там парочку крутилось Пока готовились к эфиру Мы там подобрали Сыграем Хорошо Договорились Мне очень нравится фотография Которая внутри Она, в общем В ней ничего нет Такого особенного И выдающего Я объясню публике Это надо, чтобы люди понимали Знаете, как на фотоаппаратах Сейчас современных Улыбку Смайлик фотоаппарат Определяет Квадратиком Вот здесь они стоят Правда, без Бескать почему-то Стоят у всех Естественно Мордахи выделены Квадратиком А у Кирилла Помимо квадратика На, так сказать В верхней части Есть квадратики На той части Который Каханис сидит На своем инструменте Я хочу сразу тебя спросить Это выделение было Случайным? Я сейчас объясню Ситуацию Нам эту обложку Делал один хороший человек Евгений Петрухин Который к тебе испытывает Глубокую личную неприязнь Его иногда заносит Как мы выяснили Тут в курилке Срывает патрубок Ну, потому что Он человек творческий И ему иногда хочется Сделать что-то такое Что не все понимают Ну, как художник Я так вижу Я понимаю Я спрашиваю Твою версию И он, когда нарисовал Этот квадратик Показывает Я вот тут сделал кое-чего Мы, естественно, тоже Спросили Женя, скажи Пожалуйста Вот этот квадратик Он сказал Ничего не говорите Если вот этот квадратик Уберете Я вообще никакую обложку Делать не буду Вот мы решили Что лучше путь Будет с квадратиком То есть он тебя взял За Фаберже И ты сказал Ну, фактически Он меня взял За причинное место В этом состоянии Сказал, что нет Уберешь квадратик Не будет альбома Ну, не будет обложки Альбом будет Ну, такой В прозрачной упаковке Понятно Ну, в общем, это хороший подход На самом деле Творческого человека Я теперь понимаю Как творческому человеку Нужно вправлять Я-то, наоборот, понял Что могло быть и хуже Он же мог подрисовать Что-нибудь Не просто квадратик И при этом сказать Если не возьмешь этот образец Все, хана Не будет тебе обложки Такое тоже могло быть Так что он еще по-хорошему По-доброму с тобой Так сказать, поступил В данном случае Ну, со всеми нами Там фотография-то групповая Да, но квадратик Только у тебя за ней Ну, в групповых фотографиях Такое бывает Если бы художником Была девушка Я мог бы подумать о другом Но в данном случае Слегка даже Патрубок и у меня Подснесло Когда я это увидел Как называлось Первое произведение Первая песня Называлась Квартоквинтовая композиция То есть она первая На диске и идет Она такая вот О том, о чем Собственно, она поется Песня О том, как мы придумываем Свои песни Такая вот Про белого бычка Можно сказать Композиция Но это если вникать Если кто знает Что такое доминанта А если кто-то знает Что такое двойная доминанта Пусть обязательно напишет И скажет Я знаю, что такое двойная доминанта Ты удивишься Сейчас тебе сотня сообщений Сыплются Тогда давайте Двойную доминанту К ми-минору Пожалуйста, мне пришлите К ми-минору Это он сейчас блеснул знание Нет, я хотел узнать Мне надо взять Такой был нормальный человек А сейчас смотрю Сидит и блещет Через одну песню Мне просто надо взять Там будет А я не помню, какая А, то есть ты помощи просишь Да, пусть они мне пришлят Да, помощи в зал Хорошо, сейчас тебе Гнесинские ребятки Какие-нибудь найдутся Которые пришлют тебе Все Весь расслаб Гнесинские, кстати, не пришлют На правильный ответ Они будут издеваться Глубиться Вот и посмотрим Кстати, очень много людей Которые уже до начала эфира Стали писать Что слышали прошлую программу Когда вы у нас были И получили удовольствие Тогда и хотят его получить Сегодня в двойном Размере Ну просто апрель почаще Не раз в году А несколько раз Ну раза три-четыре Это мы можем Это все в наших руках на самом деле Почаще альбомы новые будут Будут почаще апрели Тираж-то отпечатан Мы не будем распечатывать Каждый раз будем с новеньким приезжать А, в этом дело Вот Максим Зверев написал Очень люблю Джентоник Познакомился с группой Когда они были в живых На нашем радио После того эфира Я загнал к себе в плейлист Все, что смог найти Вопрос А где можно будет скачать Новый альбом? Очень хотелось бы услышать Песню «Оранжевый акробат» Но очень уж нравится песня С уважением Ваш слушатель из города Домодедово Акробат, наверное, может Все-таки будет послушать на концерте Мы сегодня попробуем сыграть То, что мы вот приготовили Каким способом Из вот этих iTunes Google Play Ты пока в этом тоже Не сильно разбираешься еще? Нет, я вообще в этом Не пока вообще не разбираюсь Я просто знаю, что там появится И, кстати, предыдущие Какие-то пластинки уже там лежат Можно тыкнуть В свой вот этот вот Патриотический iPhone Патриотический iPhone Это iPhone 4S Ну, все остальные Ну, потому что он дешевый А в этом смысле А все остальные уже не патриотические Уже не патриотические Ну, в общем, логично на самом деле Это правильный подход 46-47 Это короткий номер для ваших смс-ок 46-47 Сначала пишите свои Делайте пробел А дальше все ваши вопросы Эмоции И, пожалуйста, начинайте Каждое письмо начинайте Очень люблю Джентоник Давно с ним знаком Все, можете точку ставить Да, я алкоголик С большим стажем Очень люблю Джентоник Далее Кроме того, что вы можете Отписывать нам смски У вас есть возможность Замечательно писать Прямо в группе ВКонтакте Официальная группа своего радио Там все просто Анонс выложен уже давно В самом тексте анонса Группа Джентоник Выделена синим Это значит Активная ссылка Кликая на которую Оказываетесь у них в сообществе Становясь таким образом Членами, извините Сообщества И будете получать информацию Всю О концертах Турах Больших грандиозных проектах Этого замечательного коллектива Все в первую очередь Картинка Это тоже важный момент Зайдите на сайт Своего радио Своерадио.фм Там сверху есть плеер В котором слева Онлайн аудио Это чтобы слушать Ну это для особо Непонимающих по-английски А справа Онлайн видео Это чтобы смотреть Кликаете на кнопочку Онлайн видео И тут же оказываетесь Картинки Которую нам представляет Портал Планета.ру Это замечательная Краутфайдинговая платформа И там же собственно говоря Под картинкой Есть чат В котором тоже можно Отписываться Все ваши эмоции Впечатления Замечания Вопросы Мы пытаемся Вычитывать это всюду И адресовать их Конечно коллективу Надо петь Ну да так надо Группа-то очень веселая На самом деле Первая песня была Патриотичная Значит грустная Немножко А вообще у них Творчество очень такое Забавное Я вам скажу Поэтому готовьтесь к тому Что сегодня первый апрельский вечер И вы получаете Огромное удовольствие Сразу сходу У нас на злободневную Тему Эта песня Была актуальна В 2008 году Теперь тоже актуальна Ну Я думаю что еще не раз Антикризисная Композиция Как всегда живой звук В программе живые Здесь сегодня Антикризисная группа Джентоник Поехали Раз Два Третий месяц Нет денег На заводе Мы в расстройстве Мы в печали Мы на взводе И покорно Ожидая Год заказ Мы играем В домино И в преференса После банки охоты У нас одна лишь забота Как бы поменьше работать И помощь не получать Головой и руками Надо делать хоть что-то И будет всем что покушать И даже чем запевать Объявил нам наш директор Генеральный Мол мы в заднем Мы в проходе Капитально И придется И придется Видно фирму Закрывать И уехал На Канары Отдыхать А мы готовы Сражаться Хоть до десятого флота Что-то купить Подешевле И подороже Продать За головой И руками Надо делать хоть что-то И будет всем что покушать И даже чем запевать Увольнение И снижение Зарплаты Не грозят нам Мы с тобою Депутаты Антикризисной Программы В целом нет Но зато есть Отпускные И в буфете Кучу нефти И газа Потоком гонит Европу Что будет лет Через десять Нам с тобой Носклево На головой И руками Надо делать хоть что-то И будет всем что покушать И даже чем запевать Для нас пишет сам капитан в рулье На кучу нефти И газа Потоком гоним Европу Что будет лет Через десять Нам с тобой Наплевать А головой И руками Надо делать хоть что-то А не дудеть в свои дудки И на гитарах И играть Но не дудеть в свои дудки А не дудеть в свои дудки Кстати, именно на этой песне Ну, ребята, чекались же готовились к эфиру, естественно, отстраивали звук. Я, значит, сижу за пультиком, чем-то там своим делами занимаюсь. Ребята поют. Кирилл наигрывая на гитаре поёт. И вдруг так обращались ко мне. А матом ругаться можно? Нет, как жалко. И продолжает играть, собственно, дальше. Где, в каком месте должен был быть мат? Я не очень понял, насколько ты завуалированно это спел. Молодец. Гений. Да он же, это же русский язык. Мат может оказаться в любом абсолютном месте. Это правда. За место любого слова. И некоторые моменты никто даже не заметит. Я ожидал рифму на Европу, само собой, из другого места родившуюся. Но не пошло. Это очень хорошо. Ну, как Европа, восточная Европа сейчас ходит. Да, ботинки, полботинки, это нормальная рифма. Но я ожидал другую, более, так сказать, креативную. Но и она не срослась. Хорошо. То есть, вы понимаете прекрасно, что это радио. Молодцы. Я же комплименты сейчас делаю. Мы же не первый раз. Да, дай вам бог здоровья. Чтобы не последний. Дай бог, чтобы не последний. Это завуалированная просьба, не ругаться всё-таки. Это прямая просьба. Завуалированная. Куда более прямо сказать об этом, господи, простите. Я на всякий случай предупреждаю. Прошу. Я прошу. Если вдруг что. Сегодня за звукорежиссёрским пультом Мигаил Казаков. Прошу сказать спасибо ему за то, что вы сейчас слышите безмерно качественный, красивый звук. Ну, мало того, что хороший звукорежиссёр, ещё и хорошо работают музыканты. Это обычное дело. Когда хороший состав... Звукорежиссёр, да, да, хорошо работает музыкант. Когда хороший состав, извлекающий правильный качественный звук, тогда звукорежиссёру меньше проблем, меньше забот, меньше слабо. А вы же знаете вот это вот правило, что если концерт плохой, то это звукорежиссёр виноват. Да, конечно. А если концерт хороший, музыканты молодцы. Это как в футболе. Тренеры и игроки. В футболе всё время одна и та же история. Почему? Всегда тренер виноват. Но это в российском футболе. Всегда во всём виноват тренер? Ну, у нас так в последнее время получилось. Я бы хотел быть виноватым за такие деньги. А я бы хотел хоть раз увидеть, что футболисты молодцы. Я, знаешь, как-то в своё время, когда был ещё помоложе, поздоровее, я всё думал, может, мне так это пойти? Не всё, чтобы позаниматься, а... Морду набить кому-нибудь. Не-не-не, на ринг выйти против какого-нибудь серьёзного спорта, там же деньги дают. Даже за проигрыш, большие, кстати. Думаю, ну раз мне накатят там разок-другой, ну свалюсь ничего. Зато бабла срублю. Не, накатят потом. Сначала ударят. Но накатят за то, что ударили. Те, кто болеет за того самого боксера. 4647 — это короткий номер для СМС-ка. Ваши свои. Пробил дальше уже, естественно, всё, что хотели бы адресовать коллективу. Это если мы говорим об СМС-ках. Теперь же я вот пытаюсь вычитывать, что вы пишете. Ой, много чего. Юрий Мишанин написал. Вообще, с этой замечательной группой меня познакомила программа «Живые» в прошлом году. С тех пор песни их прочно засели у меня в плейлистах. Музыка классная, настраивающая на позитивный лад. Хотя в репертуаре есть несколько лиричных, трогательных композиций. Это чистая правда. Сергей Яковлев пишет. Как, Кирилл, как этот раз представишь стилистику группы «Джентоник»? Как на этот раз представишь стилистику группы «Джентоник»? Тяжело каждый раз выдумывать что-то. Спасибо. Давно была такая история, когда тоже спросили нас. Причём люди нетрезвые. Мы собирались на какой-то концерт. Заходим в какой-то клуб с чёрного хода. А там стоят люди, распевают. Абсолютно не имеющие отношения ни к чему, кроме распеваний. «Вы что, музыканты?» «А что группы как называются?» «Джентоник». «О, прикольное название! А что играете? Какой стиль?» И кто-то, не помню кто, чтобы отвязаться, сказал «Что-то типа караоке». И я понял, что это очень редко попадание, потому что у нас много таких цитат музыкальных. То есть мелодия знакомая, караоке, это же что такое? Знакомая вроде песня, но звучит абсолютно неправильно. Вот у нас примерно такой же стиль. Знакомая вроде как мелодия, но как-то неправильно звучит. То есть пацаны из-под ворот не подсказали? Можно так сказать. Они не пацаны. Ну, как с другой стороны, если назвать их девушками, тоже было бы неправильно. Ну, в общем, я надеюсь, что ты не путаешь девушек с мальчиками, в принципе. Знаешь пацаны? До прошлого Евровидения не случалось. Ты знаешь, до прошлого Евровидения ни у кого этого не случалось, даже у того, кто исполнял роль этой самой девицы. Оказался совсем нормальным молодым человеком. Он должен был какое-то время отращивать. Да, некоторое время, да. Но, тем не менее, как я недавно прочитал, он просто развел всю Европу, теперь совершенно спокойно живет своей жизнью, никоим образом не намекая даже на то, что он где-то к чему-то... Как у нас говорят, это хороший бизнес-проект. Хороший бизнес. Значит, Владимир Бершак пишет, что в прошлый раз, когда коллектив был в гостях на передачах «Живые», познакомился с группой впервые, очень понравились, уверен, что в этот раз ребята отыграют на ура. Это не вопрос, это просто рекомендация отыграть на ура. Мы постараемся. Бесконечно люблю эту группу. Как услышал в живых, так потеряло голову. Это на сайте написано в серии. Это тоже патрубок-то... Сорвало, да. Так называем теперь. Да-да-да. Ну, много чего. Сплошные комплименты. Елей. Сплошной елей на спину. Гадость нужна какая-то, а то будут говорить, что проплачено все. Вот, я тоже боюсь этого всегда. Почему? Вы должны радоваться, что проплачено. Нет, я боюсь того, что так будут думать, потому что вы же все равно платите мало. То, что вы платите, это же бессмысленно абсолютно. Это же деньгами не называется. Поэтому лучше как... Ребятки, если что-нибудь найдете в их творчестве такое гаденькое, вы об этом... Я вам подскажу потом. Если сейчас не будет, я потом подскажу, как можно. Какое-то время спустя ты подскажешь. Да, есть у нас тема. Хорошо, давай мы поиграем в такую игру. Если вдруг люди не заметят, ты подскажешь. Да? Теперь петь бы надо. Еще раз напомнить хочу, что сегодня, это важно, Джентоник здесь, группа Джентоник со своим новым альбомом «Гаджеты», и песня отсюда, соответственно, презентируется. Нормально, как завернул. Презентуется впервые. Нигдеешь не пелись пока еще, да? Бывало. Да что ж ты опять? Нет, все. Нет, вообще первый раз. Все, ну нормально. Вообще первый раз. Мало того, что платят копейки, так еще и... Короче, чуваки, Ре Минор. Двойной доминант. Да, песня о том, о чем мы говорили только что, да? Песня, с которой мы хотели поехать на Евровидение. И даже я придумал специальную песню, от женского лица. Петь буду я, ну мне будет Катя подпевать, но петь буду я вот как от первого женского лица. Так что это песня, которая должна была звучать на Евровидении. Собственно, заглавная песня со значного альбома. «Гаджеты». Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня Джентоник. Поехали. Раз, два, три. Я стильная девчонка, только я слоняюсь по салонам и бутикам. Часами выбираю, примеряю, ничего и не купив пока. Все время притворяюсь, будто цвет слегка не тот или не тот размер. А все лишь потому, что мне достался очень сжатый кавалер, кавалер. Жмот в очках, жмот в очках, жмот в очках. Не покупает мне шмоточков новеньких шмоточков. И все подруги давно летают в Париж и в Милан. А я, надев темные очки, тусуюсь на рынке черкизовском. А я, надев темные очки, тусуюсь на рынке черкизовском. Я модная девчонка, я в онлайне почти круглосуточна. Пятнадцать тысяч лайков Это только результат промежуточный. Кафешка с надписью Wi-Fi А я прошла и вновь не заметила. Ведь я же не потащу туда свой старенький задрипанный пентиум. Пентиум. Гаджеты, ну и гаджеты, гаджеты. Не покупаешь мне гаджеты, модные гаджеты. И все подруги с макбуками, с айфонами и с айподами. И даже самые страшные с галакси-мотами. И даже самые страшные с галакси-мотами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сволочь ты, сволочь ты, сволочь ты Уж лучше б я б жила б с Вовочкой С толстым с лысым, но на рублевочке И все подруги заткнулись бы С завистью глядячи Как я невредно верчу в руках От Мерседеса ключи Не знал уж я никогда проблем Со шмотками и с айфонами Застыл в улыбке бы насовсем Мой новый рот силиконовым Субтитры создавал DimaTorzok Кстати, напомнил ты мне этой песней Не так давно рецепт написания классного шансонного хита Мне подсказали Надо повторять постоянно Папироска, папироска, папиросочка Вовка, Вовочка Ну, то есть нормальный шансоновый такой хиточек получается Слушай-ка, тут народ спрашивает про твою гитару Она хоть какая-то необычная же, правда? Она же не такая, как у всех Расскажи мне, что это такое? Ну, это специально лимитированная серия Первоапрельская Мартин выпускает Подписная гитара Ну, они подписывали Пока работал станок И, ну, наверное, контракт какой-то И не получилось Дерева не хватило А я забрал, да Остальное, да Ну, как на Буратину Ну, как вышло, так и вышло Как вышло У него длиннее получилось Звучит, как взрослая, на самом деле Удивительно Это чудеса электроники Кибернетики Вы у Михаила спросите Он знакомый Миша в курсе, да, я понимаю Он как раз там и сидит Смотрит в электронной прибуду Он, по-моему, грибер срежется Да, ты знаешь, у него это хорошо, по-моему, получается Судя по всему, уже не первый уровень Потому что очень внимательно смотрит Не, он уже за свиней играет На втором уровне за свиней Сегодня здесь джентоник, напомню Презентация их альбома «Гаджеты» И песни оттуда, соответственно, вы сегодня слушаете Надеюсь, я сейчас вот что хотел сказать Подметил Ну, смотрите трансляцию По-любому вы это дело не сможете пропустить мимо Засмотрелся сейчас на Дитте просто Ну, как изящно все-таки он играет на трубе Я тогда еще, да, я вот никогда еще не видел человека Так играющего на трубе Настолько любовно Настолько нежно Настолько вот он удивительно, на мой взгляд, складывает губы Я такого, правда, раньше не встречал Только в его исполнении Если вам не трудно или там не лень Если вы пока не смотрите на следующую Посмотрите, обязательно Он складывает губы Уже после того, как сыграл Когда киксанул слегка И складывает губы Но матом нельзя ругаться Поэтому просто складывает губы Геннадий Дитте — это человек, который играет на клавишах В коллективе джентоник и на трубе Всех остальных я тоже подметил Ко-какие любопытные вещи Но вот это первый момент, который я рекомендую Это правда необычно На это надо слушать Следующий альбом будет называться «Губы Геннадия» ГГ, мы его называем И все песни от женского лица Я так понимаю Жалко, флейтистки нет у вас в коллективе Тогда можно было бы все песни от мужского лица Исполнять даже не задумываясь Скажи вот что Это какой по счету альбом-то у вас? Ой, нам трудно считать У нас они были официальные, неофициальные Сами, не сами Вот так вот, по-моему Так посчитать, наверное, на четыре наберется таких На правильных За сколько лет существует? Ой, за много Сколько у нас? Пятнадцать точно уже есть, наверное Пятнадцать? Ну, название «Джентоник» Первый раз появилось в девяносто девятом году Но это был совсем другой, наверное «Джентоник» Название тогда появилось Ну, когда появился «Очаковский джентоник» От красителя И появилось название И мы его перестали употреблять Тогда же Ну, после первого же раза Мы поняли, что Что такое «Очаковский джентоник» Но название осталось Ну, так вот и все Так и прижилось На самом деле Так, понимаете, название Ну, в общем, да Ну, будем считать, что с девяносто девятого года существует группа Так можно? Да, можно так сказать, да Ну, то есть шестнадцать лет уже будет Это срок Скоро еще два года И можно будет продавать нам Чего? Ну, в магазинах Восемнадцать лет продают уже В двадцать один В двадцать один уже продают? Ребят, дотянем еще В двадцать один По-моему, двадцать один Чего? Бухать-то можно с двадцать одного года Двадцать один — это время А восемнадцать — это лет Не, уже двадцать три Уже с двадцать три Я уже точно проверял До двадцать трех вернее Ну, как, ну поправьте меня По-моему, до двадцать одного года У нас запрещают Надо законодательно Да, давайте Восемнадцать пусть будет время А двадцать réalité Я еще удивлялся, что в армию Пойти напученное мясо Восемнадцать можно А бухать только с двадцатьあの Это меня как-то так В свое время удивляло Может быть, что-то изменилось в законодательстве, я просто не в курсе. Юль, проверь, пожалуйста, мне правда интересно. С 21 все-таки или с 18? Вот Лиза, она точно знает, что с 21. Крепкие напитки, говорит Лиза, наш редактор, потому что ей 21, и теперь ей продают водку. До этого старалась, пыталась, сколько вот не ходила, бесполезно было. Приходила всегда грустная, угрюмая, опять водки не дали. А сейчас вот недавно, день рождения был, кстати, день рождения прошла, чем Лиза Николая, прибежала счастливая, говорит, все в лагу. Вы сейчас испортили все. Я думал, что Лиза просто так хорошо выглядит. А это, получается, из-за водки все, что ли? Да, потому что ей не продавали эту водку до 21 года. Теперь будем смотреть на ухудшающуюся экологию Лизы Кругловой. Потому что водку теперь ей продавать можно, и покупать, вернее. Ей не будут ее спрашивать и пытать по этому поводу с пристрастием. 46-47, короткий номер для смс ваших. Пишите сначала свои, пробельщик, потом уже... Вот. Очень хорошая смс пришла. Я хочу человеку ответить сам, но потом может быть и вы ответите. Я знаю, это как начинается. Хочешь выиграть BMW X5? Вот это смс как вам? Нет, хуже. Невозможно вас слушать в наушниках. Улыбаешься, как дурак. А народ вокруг напрягается. Ну так снимите наушники, улыбайтесь, как умный. То есть, получается, если в наушниках, то улыбка похожа на дураковатого, что ли? Мы тут все тогда дураковатые. Мы все в наушниках сидим в этой студии. И все иногда улыбаем. Слегка не в себе. Да. Ну, в общем, человек комплимент делает. Вы веселые. Музыка у вас такая вот радостная, что он улыбается. А в наушниках, судя по всему, что в плеере, скорее всего. Поэтому не может снять наушники, естественно. Так. В Молдавии с 18. Лиза не в той стране ты родилась. Так. Значит, тут народ много чего интересного написал, безусловно. Но я сейчас хочу все-таки вернуться к музыке. Четыре альбома за 16 лет. Это мало? Ну, да, наверное. А почему? Куда время-то убили столько времени? Почему не писали? Пишем. Но тщательно. Хочется тщательно все. Тщательнее и тщательнее пытаемся. А если честно, то на самом деле никогда не ставили задачу прямо вот надо выпустить альбом. У нас обычно это бывает. Так накопилось какое-то количество песен. Надо быстрее накапливались. Надо медленнее. И потом. Ну, вроде хватает, хватает. Вот с этим альбомом тоже. Ну, хватает. Ну, давай десяточку. Ну, давай. Что будем ждать-то еще? Давай сделаем. И делаем. Но я надеюсь, очень надеюсь. У нас есть план. У нас появился, не так давно появился Майкл. Тот, который на табуретке стучит. Ну, да. Еще раз напоминаю. Это называется кахон. А то, что на нем сидит, называется Майкл. И мы договорились, что мы с Майклом сделаем... Он всю жизнь мечтал записать кахонный альбом, чтобы вот... Только кахон. Ну, как бы вместо ударной установки был только кахон. И мы думаем, что вот следующий альбом... Нет, я думаю, только кахон. Вообще без вас. Да. Мне кажется, это было бы супероригинальный альбом. Майкл, подумай. 15 треков с суперкохоном. И никаких больше. Никаких гитар. Это как-то, да, миниатюры про кафедру Бубна. Вот это вот такое. Да-да-да. И у тебя будет факультет кахона. По-моему, это замечательное решение. Кстати, никто ничего подобного еще не делал. Соответственно, это будет... Ну, короче, этот альбом мы запишем достаточно быстро. Буквально за недельку, я думаю, с Варганем. Почему я задал этот вопрос, может быть, немножко язвительно. Ну, судя по всему, все эти годы, что существует коллектив Джентоник, вы о всяких там ротациях, на всяких там радиостанциях, в общем-то, особо не думали. Поэтому и в альбомы свою музыку вы не впихивали. Потому что обычно всякие там разные программные директора всяких там разных радиостанций, обнаружив для себя интересную группу, спрашивают, а есть ли у вас альбомчик? Дайте-ка мне альбомчик. Я, может быть, чего-то отберу для ротации. А так как к тебе ни какой-нибудь там программдиректор, ни какой-то там радиостанции, в принципе, с этим не обращался, ты решил, что нафига вот это вот Козе Баян по кустам таскать, правильно? Есть у нас песни для концерта, и хорошо. Чего это вот в альбом-то их? На самом деле это по-другому. Сейчас я так издалека захожу, безусловно, уже почти даже не намекая на то, что мне бы хотелось сказать вслух. Ты опять туповат, что не понимаешь, о чём я. Я не опять, я всегда был. Да что ж, я думал только сегодняшний день такой. Нет, а что из чего бы это было? Короче, я вопрос задаю прямой. Могу ли я что-то отсюда взять из этого альбома в ротацию? Всё. Я даже разрешаю, если захочется, ночью где-нибудь, пока никто не видит, взять маркет и нарисовать ещё один квадратик, где захочется. То есть мне можно? Да, можно. Почему я спрашиваю, я объясню, потому что радиостанция своя радио никогда не платила и не будет платить авторскому сообществу, вот тому самому, который собирает бабки и никогда не отдаёт эти бабки в виде гонораров музыкантам, потому что мы считаем, что это поборы на хорошую жизнь других людей. Творческих людей, эти деньги... Мы не будем вдаваться, мы придерживаемся всех самых позиций. Поэтому я спрашиваю музыкантов. Ты сейчас в прямом эфире, совершенно честно сказал. Честно, у меня свербит. Первый музыкант, который запрещает ставить свою музыку на радио, я был бы первым. И это было бы круто. Ты был бы уже не первым. Да, есть такие? Резник недавно изъял все свои песни из авторского сообщества. Да какой он музыкант? Резник, он поедет, песенник. Согласен. Ну, хотя бы да. Ну, пускай так. Какой он музыкант? Нашел прокол. Нет, ещё, наверное, Юрий Антонов запрещает. У него за ним водится. Хотя не уверен. Но вот честно скажу, не смогу. Вот это вот не смогу. Запретить нет. Не запрещаешь. Не могу. Хорошо, все слышали. Значит, имейте в виду, разрешение нам дано. Надо петь. Сейчас. Сейчас сделаем. Какая будет у нас песня дальше? Песня будет... Песня, которую мы точно играли в прошлый раз, потому что этот персонаж потом даже упоминался в эфире когда у нас в этом эфире уже не было. Я так издалека тоже... Можно инсказательно? Давай. Фамилия у человека Сисин. А зовут его Модест. Посвящается всем людям, которые нас сейчас, кстати, слышат, которые сейчас в онлайне, которые вот в социальных сетях. Все абсолютно, кто нас сейчас слышит, эта вся песня вообще про вас. Хорошо сказал. Не обижайтесь. Да нет, что уж ты. Ты же предупредил. Как всегда живой звук в программе. Здесь сегодня джин-тоник. Поехали. Начни, что ли. Губы, губы, не забывай, Геннадий. Я не люблю компромиссов, мое кредо протест. Моя фамилия Сисин, мое имя Модест. Но я сижу в интернете под ником Вася Икс-5. И уже даже не знаю, чего бы еще обосрать. Я обосрал шоу-бизнес, я обосрал автопром, еще не вышедший Windows, подрыл-покрыл отборным дерьмом. Меня боятся и знают, и даже сам президент немного переживает, читая новый коммент. Ведь только пока я в сети Я сильнее всех на свете Я умнее всех на свете Я самый крутой Вот только в моем подъезде Живет пятиклассник Петя Как только меня заметит Впевает ногой Все социальные сети Давно отбились от рук Меня все болют ВКонтакте И не пущают в Фейсбук Уже четвертый провайдер Готов меня отключить И даже Женя Касперский Меня пытался лечить Но только пока я в сети Я сильнее всех на свете Я умнее всех на свете Я самый крутой Но только в моем подъезде Живет пятиклассник Петя Как только меня заметит Впевает ногой Мы познакомились в чате На старомодный манер Ее зовут просто Катя У ней четвертый размер Мне право стыдно признаться Но оказалось потом Что это вовсе не Катя А мой приятель Антон Пока мы с Антоном в сети Мы сильнее всех на свете Хозяева всей планеты Не то, что в страны Но только у нас в подъезде Живет пятиклассник Петя Как только его заметит Стираем штаны Давай! Еще! Актуальная песня, я тебе скажу И тогда она была актуальной, и теперь она актуальна И всегда она будет актуальной Я, кстати, тут перечитал сейчас смс-ку То, которая была на предмет наушников Когда человек слушает, да, и улыбаешься как дурак Народ вокруг напрягается Я вдруг понял одну простую вещь, мне кажется Когда говорят, что на Западе люди улыбаются А в России нет А у нас просто не принято просто так улыбаться У нас даже присказки есть такие, поговорки Что ты улыбаешься как дурак У нас принято улыбаться, когда принято Когда, да, когда уже принято Это во-первых А во-вторых, принято, когда ты знаком с человеком Знакомому человеку ты говоришь привет и улыбаешься вроде бы А что незнакомому улыбаться Если девушка улыбается незнакомому молодому человеку навстречу, идя То молодой человек подумает, что у него квадратик не на том месте нарисован И надо уже бежать следом, потому что она явно заигрывает Если молодой человек улыбается девушке, идущей ему навстречу, она... Она ему рисует квадратик и убегает. Нет, она рисует квадратик, запечатанный себе, и убегает, потому что боится, что это, значит, намек на то, что он уже хочет как-то к ней подобраться. У нас просто так, в принципе, не принято. Это неплохо, нехорошо. Так у нас заведено. Группа, Джентони, группа, которая заставляет улыбаться, хочет это или не хочет. Зато ценность улыбки повышается. Вот, допустим, за что я люблю такое новогоднее время, даже не сам Новый год, а вот какой-то период времени, когда почему-то люди становятся абсолютно без выгоды, без какой-то корысти, иногда абсолютно трезвые, становятся вот резко добрее. Причем видно, как они стали добрее, ты вроде к этому чуть привыкаешь, и потом как-то не замечаешь, что ну вот опять все стали какие-то недобрые. И вот мне кажется, что с одной стороны плохо, может быть, но с другой стороны, когда тебе все время улыбаются, ты потом, когда тебе действительно... Во-первых, это частенько, наверное, происходит неискренне, но невозможно все время быть радостным. Так в Америке люди просто так улыбаются, искали от зубов. Я не был в Америке, не могу сказать, а вот здесь сразу, если человек хоть чуть-чуть улыбнулся, а тем более, если это была девушка, то это ценно очень, ты сразу как-то рисуешь квадратик, короче. Ну да, в мозгу ставишь себе зарубочку, я еще ничего, они мне еще улыбаются. Я, кстати, тут недавно видел эксперимент в интернете, забавный, на предмет отношения тоже к улыбке, на предмет отношения к людям. Молодой человек, просто молодой человек, вышел на улицу города, стал подходить к девушкам, ко всем, и пытаться их приобнять. Улыбается ей в лицо и приобнимает. Они, девушки, отбиваются, посылают его прямым текстом. Я отсюда вообще козел. Дальше. Этот же молодой человек надевает на себя костюм Деда Мороза, цепляет бороду, выходит на улицу, подходит к девушкам, и ты не поверишь, они сами его обнимают, сами улыбают. Борода, вот борода, неплохой бизнес-проект, я так говорю. Белая седая борода решает все проблемы молодых людей. Так что имейте в виду, что если вы хотите, чтобы девушки на вас вешали сами, вам нужно носить длинную, окладистую, белую, седую бороду. Костюм уже никакого значения не имеет. Хоть Деда Мороза, хоть Снегурочки, неважно. Короче, сначала пробуем с бородой, если борода не помогает, надеваем красный латекс новогодний. Подари секундочку, это ты уже фантазируешь. О пост новогоднем периоде. Я же про перед новогодние, это еще дела. Подожди, там уже дальше, это своя история. Так, банальное сообщение, первый раз слышу, я тоже улыбаюсь, слушаю. Заберу в плейлисты, они супер, пишет Наталья Устинова. Вот, пожалуйста, у вас новые поклонники. Плюс один. Было три, стало четыре. Продавать в процентах. Хорошо, договорились. 46-47, это короткий номер для СМС, к ваших сначала пишите свои, пробельчик. Потом дальше уже все, что хотели бы адресовать коллективу. Вот Надежда Комарова пишет. Джин Тоник, огромный вам привет от Красногорского рок-клуба. И от меня лично. Для меня сейчас откровение. Я понятия не имею, что в Красногорске. Мы живем в Красногорске, я просто не знал, что там есть рок-клуб. Я думаю, что там есть какая-то общность музыкантов. Мы там появляемся иногда в концертах. Там полно живет музыкантов. Красногорские и в районе. И они там некоторые даже играют. Там, в Красногорске. И они, может быть, как-то считают себя какой-то общностью. Официально, может быть, и не существует такого. Но там есть место даже, где иногда проходят рок-концерты. Такое более-менее постоянное. Ты имеешь в виду клуб подмосковья? Нет, там КЦ Красногория. Такой маленький клубик есть. Такой рядом со станцией Павшин. И там базируется, во-первых, группа Кот Который, с которой мы давно дружили. Вот этого самого девятого года. И, может быть, это вот оттуда. Потому что мы у них частенько на всяких вот таких междусобойчиках появляемся. И сейчас реже, но тоже бывает. Ну, вот дальше она пишет. А когда вас ждать в наших краях? Слухи о выступлении в конце месяца ходили. Но слухи — это всего лишь слухи. Давай о выступлениях поговорим. Когда, где играете? Ну, то, что из подтвержденного, и куда всех хочется пригласить, это вот 23 апреля мы готовимся. Я должен сказать, что мы действительно вот если серьезно, да, без шуток, мы так обновились, очень недавно обновили состав по разным причинам. Про Майкла я уже говорил. С нами Вова, который томительно курит, сейчас ждет своей очереди. Барабанщик, для которого это будет. Он сейчас, наверное, не слышит нас. Это хорошо. Для него будет сегодня премьера. Он первый раз будет играть вообще на результат. Вообще играть будет в первый раз? Да. Тяжелый. Тогда у нас в случае ждет дальше. Так. Ну, вы же хотели веселый. Как уж, конечно. Мы готовились. Мы надеялись на веселье. У нас... Чтобы потом латекс иметь в виду. Катя, да. Катя, которая тоже буквально второй раз в боевой ситуации в концерте находится. А ведет себя как привычный человек, я тебе скажу. Молодец, Катя. От профессионального количества. Так нет, я понимаю. Так. Вот. И мы все это приготовим, я думаю, уже в таком готовом виде. И выступим в Гластенбери Пап. Есть такое тут недалеко, кстати. Да, рядышком в двух шагах. 23 апреля. Милости просим. Будет большой, я думаю, очень большой концерт. Сольный. Да, мы сыграем большую программу. Я думаю, тоже разобьем ее вот на акустическую и барабанную часть. В общем, будем стараться, чтобы всем было весело так же, как, я надеюсь, сегодня. То есть сейчас пока акустическая часть. Да, будет потом гром. Ну, я же говорю, веселый барабанщик, который мне не разбирал. То есть когда приходит барабанщик, а кахонист отдыхает, это уже типа... Нет, он не будет отдыхать. Ну, ему не дает отдыхать, я понимаю. Он будет держать барабанщика, чтобы тот со стада не убежал. Он привязан. То есть этому человеку отдыхать никто не дает. Я понимаю, его там забаррикадировали практически всей этой штукой. Шелухой музыкальной. Хотел мягко сказать. Вот. И поэтому он прилиплен. Я просто никогда не встаю с этого кахона. Все ходят, а он сидит. Поэтому я понимаю, что ему деваться некуда и придется играть. Но почему тогда вот эта часть называется акустической, а когда барабаны типа электрической, я так понимаю? Ну, вроде когда. Ну, на самом деле так принято. Когда есть же рок, это гитара, это правильно? Да. И когда гитара акустическая, принято говорить, что мы играем акустику. А когда гитара вдруг в руках у гитариста, а гитарист у нас один в коллективе, появляется электрическая, все говорят, мы играем электричество. На самом деле, зачастую это иногда по звуку. Это иногда бывает с барабанами. Вот в том и дело. Но вот в такой ситуации С кахоном, без барабанов Будет заметно, я надеюсь Как поменяется Если вдруг не заметите, пишите Кстати, кто-то хотел гадости Мы же просили гадости писать Я просил и хотел напомнить У нас есть такой пунктик Мы часто отбрыкиваемся от людей Которые говорят, вы пропагандируете алкоголь У вас в каждой песне Чуть-чуть, но что-то пробухло Что-то есть Мы как-то сели, начали смотреть И действительно, так или иначе Почему-то появляется И был даже неописуемый случай На одном из концертов Когда мы играли Такое заказное мероприятие было По-видимому, люди не очень послушали Им скатилась веселая группа Вышли мы, начали петь У нас там раз, песни, драйв песни Приходит заказчик, говорит Ребята, что-то у вас там Про водку, про бухло Может быть, это И прибегает администратор Который все это устраивал Начинает, ребята, а как-нибудь Можно там пекить Мы начинаем тоже считать Ну у нас что, есть вот оранжевый акробат И, собственно, все И что делать там Ну как-то мы там вроде вывернемся Сначала вспомним Вот эту, может быть, не будет Такой реакции А потом вроде И тут же второй сет Мы выходим Играем две песни Какая-то уже Мадам, которая По-видимому, не так Отвратительной И вот была эта тема Она Давай веселую проводку И Евгений Наш сахфонист Человек очень ответственный Он наклоняется к микрофону К своему и говорит Вы простите нас Нам про бухло не разрешают Такой был Так что вот здесь вот можете Да, что вот тематика У нас такая вот Крамольная Что мы И само название Прям вот Я вот подкидываю маску Давайте Так что давайте Пишите гадости Они хотят Потому что сплошной елей Сижу в ординаторской И хихикаю Спасибо Пишет кто-то На СМС-портале Без подписи Но уже хорошо Что человек в ординаторской В данный момент Сидит без дела Потому что если бы она Хихикала Или он Никто же не говорит Не хихика Скорее всего она Никто же не говорит Что без дела Может быть там человек на перевязке А на рот Ну если Если человек делает Оперирую и хихикаю Вот это было бы Мне кажется Очень криминально Что все так плохо Да нет Я просто радио Слушаю Я бы уже напрягся сейчас Я бы уже чувствовал себя Причастным к смерти Не дай бог Ближайший человек В какой-то из больниц Москвы Хотя это может и не Москва Подожди А где это у нас хихикают В ординаторских 960 Это префикс чей На мобильном телефоне Первая Плюс 7 960 Это не Москва Не знаю Сейчас надо В Минздрав обратиться Хихикают в ординаторских Сейчас вычислим Сейчас мы вычислим Вместо того Чтобы делать свою работу Шутка Давайте петь Что это будет Песня будет Про старый Отечественный Я вот сейчас Не буду никаких параллелей Это был старый Отечественный автомобиль Нас сейчас упрекают Ну какой же он теперь Нет Песня называется Запорожец Как всегда Живой звук В программе живые Здесь сегодня Джин Тоник Со своим новым альбомом Гаджеты Вот здесь Вот в этой песне Должна была быть Это вот Не цензурщина Но мы обещали Мы не будем Как проводку Это вот как раз Шансон Я старый Запорожец Рожден в СССР Во мне сидит слепой Тупой Хромой Пенсионер Я летом Закипаю Зимой Не завожусь Я еду Только с горки Если подтолкнуть А где же Мой бензин Любимый 76-й С которым Я летал Как будто Чайка Над волной Теперь Мне льют Бодягу С лукой Ловы Пипи С нее Одного Нища Мощности Я старый Запорожец Мне нужно Умереть Но хочется Не просто так Сарая Заржаветь Охота Сделать Подвиг И взвиться До небес Врубиться Со всей Дури В блестящий Мерседес Но Нужного Момента Придется Долго Ждать Я старый Запорожец Мне Мерен Не догнать И вот Уже Три года Живу С одной Мечтой Чтобы На перекрестке Он Стал Передо Но Вот он Вот он Вот он Мой сказочный Эдем Небрежно Припаркованный Сиреневый Каен Поперлась По бутикам Какая-то Коза Заглинило Рули Обрываю Тормоза 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 Тяжелая история, тяжелая жизнь, я вам скажу, у этого самого запорожеца. Поэтому, как у нас говорили в советское время, никого не хочу обидеть. Запорожец не машина, киевлянин не мужчина. Но это после того, как случились все эти ядерные выбросы и так далее. Хотя вполне себе машина, между прочим. Я знаю, у меня был сосед, у него был горбатый запорожец. Он на нем реально возил мешками картошку на рынок. При этом это было удобно впереди. У него же этот самый багажник-то впереди. Не очень медленно подъезжаешь к лоточку, тюкнул его и сразу насыпается. И сразу насыпается, да. Все хорошо. Вот человек ответил, кстати, на смс-ку, сижу в ординации, хихикаю. Мы же тут думаем, кто это, что это. Это из Архангельской области оказывается. Архангелогородец или Городка пишет. Просто пишу историю болезни. Дежурный педиатр из Архангельской области. Приятно же, черт возьми, что... Замечательная история болезни. Студенты дежурили ночью в Клифосовскому и заполняли журнал, естественно. Ну, как они могли заполнить. Потом их вызывают. Говорят, ребят, ну а что мы заполнили? Ну, что вы заполнили? В 12.30 ночи поступила бабка. Диагноз. Ушиб всей бабки. Так что вот желаю вам написать более подробную историю болезни. Человеку будет полезно. Это неприятно, но полезно. Вот, вот, вот. Ну, тут человек не указывает, на самом деле, в данном случае, проводку, непроводку. Любовь Фризанова пишет. А мне не нравится. Может, я не доросла. Буду постарше. Может, и понравится. Вот. Вот. Смотри. Возрастной ценз. Тоже? Ну, наверное, джентоник же тоже нельзя. С 21-го мы выяснили, да, всё-таки нам 21-го всё. Наверное, да. Джентоник, это шкрепкий напиток. Наверное, да. А вот Денис Козельский пишет. Семен, спасибо вам большое. Отличная группа. Однозначно добавляем в плейлист человек. Вот. Смотри. Разные люди, разный. Возраст. Сейчас, вот, мне интересно, сколько лет Денису. Надо, я так всё понял. Денису. Следующая песня про плейлист будет какая-нибудь. Денис, 87-го года рождения. Потому что вот прям все добавляют всё в плейлист. Надо... Про плейлист? Да, я уже понял. Надо придумать, что-то. Придумай, придумай. Ну, вы же пишете на актуальные темы в данном случае. Про плейлист заговорили. Не только в данном. Вообще я стараюсь. Кстати, песни все твои. Ну, и музыка, и тексты все твои. Да. Ну, музыка не вся там. Где-то бывают какие-то вот... Бывает Шуберт, бывает Шопен. Не, Шуберта тяжело очень подбирать. Я понимаю, да. Он же там не АМДН там Шуберт. АМ7 там у него встречается. А тут уже... Двойной доминант. Так никто и не прислал. Пока нет, кстати. А вы говорите. Двойная доминанта к ми-минору. Давайте, давайте. Решаем задачу. Ну, пока люди думают, мы с вами должны уже будем прерваться. Духовики тоже совещаются на этом. Потому что... Они сейчас в замешательстве. Что это было? А люди-то с высшим образованием. И то не понимают, о чем речь. Мы должны прерваться. Так уж повелось. После первого часа программы... А час уже прошел, замен. Мы ненадолго выходим из студии, чтобы как-то проведаться. Немножечко здесь. Минуточек через 5-6 мы вернемся. Само собой продолжим программу. Будем надеяться, что вы все, сейчас обратитесь к аудитории, останетесь с нами до самого конца. Ну, есть повод. Двойная доминанта на ми-минор. Си-мажор. Аккорд Е в его общепринятом варианте пишет Ольга Утянская. Не угадал. Так. Нет. Что ты молчишь? Не угадал. Духовики-то знают. Они с высшим образованием. Я не знаю. Так ты задавал вопрос, ответ на который... Разве у нас не принято задавать вопрос, на который ты не знаешь ответ? Вообще, задавать вопрос тогда. Уж странные какие-то. Браво. Сегодня здесь Джин Тоник, группа, замечательный коллектив и презентация их нового альбома, который называется «Гаджеты». Причем «Гаджеты» — это не просто гаджеты. В этом слове две точки. После «Гад» и «Ж». В общем, в принципе, сами понимаете, как это обыграно красиво и эффектно. Песни из этого альбома, но не только из этого. Но в данном случае презентация именно этой работы. Пауза была большая, поэтому надо бы спеть чего-нибудь. Да. Что это будет? Еще одна песня, мы ее называем «Старперская». Потому что песня человека, который, ну, немножко... Ну, нашего возраста, скажем так. Ты давай меня-то не переписывай. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня Джин Тоник. Поехали. О, барабанчик, кстати, появился. Вот-вот-вот надо было сказать об этом. А что же мы забыли-то? Я думал, он неожиданно появится. Нет, гитара у тебя изменилась. Наконец появился барабанчик, которого так ждали весь час. Сейчас будет громко, да? Поехали. Ну, да. Погнали. Поехали. 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 Говорят, неинтересно ведь Жизнерадостные песни петь И давно уже не модно твердят На мажорных на аккордах играть Надо выдумать аккорд и слова От которых заболит голова Еще ролик черный-белый заснять И кто-то ночью будет вены себе вскрывать В этом случае всегда настает Всеобъемлющий респект и зачет А я возьму свой соль-мажор И улыбнусь, без респектов обойду Говорят, уже не катит давно Просто девушку позвать в кино О веселых пустяках поболтать И обычным эскимо угощать Чтобы замутить любовный процесс Надо тысячу пятьсот эсэмэс А потом ее позвать в суши-бар И с официантом там затеять базар Неземное чувство ярким огнем Запылает мне и ночью, и днем Но так же быстро вдруг растает Нет, оно, как простое эскимо Одни-мажор для окон Этот поезд мне уже не дожнать Я от него отстал свои двадцать пять На полустанке покупал пирожок А тем, кто в поезде совсем не вдомек С какой начинкой пирожок ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, давайте сразу поздравим Владимира Панина с премьерой Для него это первое выступление Публичное выступление Я так понимаю, с коллективом Публичное выступление, конечно, Составе группы Джентоник Не будем уж так сморить уже, Вова Секундочку, я сейчас не понял Он вообще в первый раз с вами играет сегодня? Или в первый раз публично на людях играет? Ну, как сказать Он же не мог прям вот прийти сегодня Мы ему сказали Вов, там концерт надо отыграть Ты вообще-то что, на барабанах? Ну да, поехали! Публичное выступление Бывает и так Бывает? Бывает Ну, мы пока такого профессионализма Еще не доросли Поэтому мы пару раз С вашего позволения порепетировали Я не о том Я о том, что сегодня В первый раз публично на людях Первый концерт В составе группы Джентоник Вот и все До этого были только репетиции Значит, с премьерой Значит, с премьерой Еще все, конечно, впереди Но первая вещь Все случилось хорошо Спасибо большое Напомню, Джентоник сегодня здесь С презентацией Нового альбома «Гаджеты» И песня из этой Причем «Старпёрская» Это называется? А что не «Старпёрская»? Ну, то, что человек уже отстал От поезда Но ему все равно Как же Старпёры, они как говорят? Типа Да ладно У нас Когда вот мы были молодые Вот это да А сейчас Чего вы там Ягуара треснули? Чего у вас весельшь? Вот мы Кавказ Стритапаратом Вот Это об этом Собственная композиция Зауалирована Ну так Мы же не можем напрямую Нам запретили Насчёт Кавказа Анекдот хороший есть Не знаю Не знаешь? Насчёт Кавказа Опасный анекдот вообще Не-не-не Я про напиток Ты не подумай В советское время Опять же Приходит с дичайшего бодуна Учитель географии На урок Сидят ученики Он так Глядя на них Ничего не понимая Говорит Так, ребята А какая у нас тема была В прошлый раз Вовочка Тебя не трогает Да, Вовочка Кавказ Вот, говорит учитель Ну вот Как раз на эту тему Анекдот вдруг вспомнился 46-47 Коротенький номер Для ваших Обширных Или коротких Неважно СМС Сообщений Сначала пишите свои Пробел Потом уже всё Что хотели бы адресовать Коллективу Джентоник Майл Вопросы какие-то Может быть эмоции Может быть вы скажете Где вы сейчас находитесь Кстати Хотите проведём Любимую нашей Публикой игрушку Она простая Примитивная Мы таким образом Проверяем географию эфира Я просто прошу людей Написать город Из которого Они слушают эфир Пока не пишите Подождите Не спешите Сейчас начнут сразу же Будет следующая песня Вот на ней И нарисуйте А вам будет интересно Видимо Где сейчас слушают В данный момент Программу Как и среди Маркетинговые исследования Где популярен Джентоник у нас Ну в данном случае Где популярна программа Живые Ну и Джентоник заодно Ну что же вот так вот Мы хотели уже Вачакова сдавать данные Значит Кстати Про чуть-чуть Похаять Пишет Андрей Архипов Моей половинке Оказывается Не нравится Говорит Что тексты Не ее Музыка Не ее Ну потому что мои И ее бедные ухи Сворачиваются в трубочку А после перерыва Чувствую Будет развод Кроватей По разным углам Слушайте Сэкономьте На Джентонике Сегодня Семейное Благополучие Оно ценнее А потом главное Тяжелее встану Джентоник потом Можно либо взять Либо аккуратно в наушниках Потом послушать А с женой в наушниках Очень тяжело Потом будет Слушать? Ну жену в наушники Не поставишь Я к чему говорю Ой ты знаешь Такие бывают Шалуны И в наушники Юрий Мишанин пишет Вообще другая атмосфера Первый час Это был такой большой квартирник А сейчас Мощный концертный звук Вот что ударные И смена гитары Делают Однако Не у Миши Просто на полете Есть кнопка такая Электрическая Забой И он такой Хопа Пожалуйста Нет у него есть Две кнопки Квартирник И концертный звук Не у него наверное Еще есть какая-нибудь У него У него их много Но пользуется он Этими двумя И удел Бьет это Моя любимая кнопка Сказал Миш Делает это профессионально Мьюдит Просто с лету Давайте так Действительно Хотелось бы на самом деле Посмотреть на географию Народ уже пишет И никак не хочет ждать Какая будет следующая песня Следующая песня Самая печальная Актуальная Ей уже много тоже лет Но После последних событий Не можем ее не спеть Она вошла в этот альбом Нет Это старая композиция Просто ее надо было Ну чтобы людей Немножко успокоить Как называется Пиво и футбол А да Действительно старая Ну классная Пока ребята поют эту песню Вот теперь пишите пожалуйста Города в которых Вы слушаете эфир сегодня Парням будет это интересно И Кате тоже Как всегда Живой звук В программе Живые Джентоник здесь Поехали Субтитры сделал DimaTorzok Морда Морда набита Пришел посмотреть Как 22 миллионера По траве гоняют мяч На трибунах 40 тысяч Что-то При какого-то Плачь У них нет яхты Нет угрилл Не на исходе Валидол У них осталось Только пиво И футбол Паранче с работы И подальше с заботы Сегодня у наших Ответственный матч Любимое кресло И кружка на месте Но вот он пропущенный мяч А рядом в халате На ком я жнатый Гону предстоит потерпеть И вместо ток-шоу И тупых сериалов Ей снова придется смотреть Как 22 миллионера По траве гоняют мяч А у экранов миллионы Кто-то в крик А кто-то в плач И кто-то всю ругаться патут И стучать рукой от стол У них осталось Только пиво и футбол Давай, Вула! Погнали! В коротких штанишках Совсем как мальчишка Хотя уже пятый Десяток пошел Шагаю в припрыжку И мячик под мышкой Пора начинать рок-н-ролл А мне бы на дачу С утра порвачить На солнце денек полежать А вместо долбой Я ношусь по поляне Два тайма, да по сорок пять Где 22 миллионера По траве гоняют мяч На трибунах сорок тысяч Кто-то в крик, а кто-то в плач И если кто-то проиграет Или останется ничья Кто-то виноватым будет все равно судья А я сегодня позабыл Ощищник положить в карман Мы футболисты, как назло Друг друга лупят по ногам Я действительно Плацаю периодически свистки И обязательно куполю себе очки Давай, ребята! У нас нет сил ругаться матом И стучать рукой об стол У нас осталось только пиво и футбол А вот ты знаешь, между прочим Темочка-то актуальная Знаю, между прочим Темочка-то актуальная Действительно, 22 кривоногих Чаще всего миллионера За что им платят, я понятию И самое интересное Я знаешь, что подметил? Когда такая тема пошла Покупают хорошего футболиста Из Европы Из немецкого чемпионата Из французского чемпионата Из африканских чемпионатов Покупают в России Первые 3-4-5 матчей Смотришь, да уже И он наконец-то у нас появились Классные ребята И тут он получает первую зарплату Не знаю, после пяти матчей, возможно И вдруг хлоп Шестая, седьмая, восьмая игра Середине чемпионата Думаешь, а где он? Он на поле-то есть Только выглядит уже, как все наши Абсолютно не отличаясь Такое ощущение, что Он случайно Они в издевалке, короче Он чужое полотенце берет И заражается вот этим Вот это все фигни? Да, и вот если бы они полотенца нормальные Одноразовые у них были Все бы, может быть Было бы нормально, да? Хотя, не знаю, может там Важдустно-капельным путем Это надо вот спросить у докторов То есть меньше обниматься им нужно И целоваться во время там Самое опасное Меняться майками вот это вот Когда они в чемпионате там Катастрофично Вот с Бразилии надо было меняться Или там с Голландией Так мы до бразильцев Еще дойти бы надо было Для того, чтобы с ними Майками-то обменяться Нам как-то все пока Гондурас Как-то удается обменять Гондул, Гондул, да Да, они ту страну назвали Гондурасом В свое время Арканов сказал Или Горин, не помню кто из них Но это уже не важно Не имеет значения Так вот, потом этот игрок Например, все, устал играть в Россию Уезжает куда-нибудь к себе Смотришь, опять лучший бомбардир Своего чемпионата Опять на первых страницах Понимаешь, футбольных из Ани Что он у нас делал Все это время, я понять не могу Это он виноват, гад У нас все нормально вообще В консерватории все замечательно Роберто Карлоса в Анжи купили Когда он стал лучшим игроком Очередной раз лучшим игроком мира Человек сыграл 2-3 матча Или один, забил или два Потом сел на скамейку И стал затренировать команду А мы уже забыли, кто он такой Что с нашим климатом? Я не знаю У нас страна почему-то Удивительно влияет Или действует на талантливых Как минимум футболистов Не, если бы у нас любили футбол Так же, как любят лапту Никаких бы проблем не было Ну там, ну проиграли там где-то в лапту Кто знает Ну да Ну а тут при этом Когда вот, да Столько народу Вот это всегда обидно Что столько людей Вот так простроились Обидно Я-то уже не расстраиваюсь Особенно обидно Что они за это деньги получают Причем серьезно Вот мне не обидно Я вот некорыстный человек Я тоже некорыстный Мне за страну обидно Ты понимаешь Можно было на детей На детские школы пустить Святоевый человек Совершенно верно Юрий Венедиктович Да, да, да Можно было бы на эти деньги Несколько школ спортивных построить Детишек воспитать бы Какой несколько? Талантливых Может быть вообще Одну спортивную школу Ну столько ли Там 50 лимонов Там у них Допустим Бюджет там У каждого Угу Давай города почитаем Давайте И футбольные тоже Арзамас Слушай Мне на З Давай На С Вообще-то Арзамас Там С в конце Нет, они же как в Арзамасе А вы из какого года? Арзамас Он улыбается все время Тогда тебе на твердый знак Тогда давай Значит Арзамас Тверь Лондон Причем Лондон Тот самый Лондон А не тот Про который мы все подумали Подмосковный Лондон Не переживай Нет, Лондон Лондон Пестова Новгородская область Балашов, Саратовская Ярославль Калининград То есть Кёнигсберг Архангельск Сольца Новгородской области Ульяновск Клин Московская Чехов Который в Московской области А не Сахалинский Волгоград Ухта Щучик Ураганская область Камрад Это Молдова Котлас Семипалатинск Казахстан Барнаул Воронеж Сыктывкар Омск Смоленск Москва Питер Это понятно Скопин Рязанская область Алчевск Минск Надо говорить Что это Беларусь Владимир Китова Курганской области Архангельск Домодедово Понятно Орел Домодедово То самое Под Лондоном Нижний Новгород Лондонская область ЛО Домодедово ЛО Паспорт Вот еще Здесь надо было читать Потому что тоже много Эрфурт Это Германия Канада Это совершенно точно Монреаль Здесь с нами Дальше Славянск На Кубани Грузия Тбилиси Надо еще читать Енакиево Да мне кажется Легче Скажите Теперь пишите города В которых не слушают Чтобы там их меньше Быть просто Представляешь Такая и долгая-долгая тишина Не а если по серьезному То хочется На самом деле Хочется поздравить Свои радио И посочувствовать Потому что Эти же все люди Сейчас пристрастились К женатонику Ну отчасти там Заключением жены Которые У которой свернулись Уши в трубочку А может у них игра такая Да Специально сворачивают Ей уши в трубочку Нет она сворачивает Он разворачивает Она сворачивает Он разворачивает И так каждую ночь Это же возможно У них игра действительно Сексуальная такая Как называется это Как называется Когда между мужчиной и женщиной Переодевалки Всякие разные Да какая прелюдия Подожди Ты о прелюдии Я о другом Когда люди Ролевые игры Вот и умница Ролевые игры Конечно Я знаю Он ушной доктор Просто Оторолинголог Вот Она сворачивает И она ему Что-то говорит Оторолинголог Какая 46-47 Это короткий номер Для смс Кваш Сначала пишите Свои Потом уже Естественно Все чего хотели бы Адресовать коллективу Мегаполис Ванюкова Спрашивает Ванюкова Ванюкова Будет ли песня Рок-музыканты На концерте С новыми куплетами Мы как старые любители Джентоника Не бухла Обязаны знать Пишет Старый любитель Джентоника Не бухла Мы готовим Честно говоря Я каждый раз пытаюсь На концерте Нужно останавливаться И ребята Предложите Там просто Ну То кто пишет Знает Там куплеты Они ассоциируются С определенным Пластом Вот рок-музыки Да там есть Для постарше Для молодых Есть такая вот Рок-музыка Которую мы называем Ну вот это вот Та которая Если бы Евровидение Было роковым Фестивалем То вот Вот такой вот Есть пласт коллективов И мы вот Их вставляли в конце Всегда там Ну в самом смешном Как бы куплете И нам нужен Какой-то свежий Вот такой вот Который вот Ну чтобы цепанул А пока что-то не находится То есть поизвелись Даже вот эти вот Гондурасы вот эти вот Даже поизвелись у нас На роковой сцене Может быть вы что-то подскажете Вот есть такие группы Которых вот прям Не ну это махровые Вот такие прям Которых не грех и это того Вот наверное Ну знаете наверное Ты сейчас ждешь от меня ответа Ну провыхаться Я это понимаю Не скажу В общем мы работаем Мы работаем над этим И я думаю что Они обязательно будут В каком виде не знаю Но потому что Нам сами уже надоело Потому что ну не смешно уже Надо чтобы было смешно Сергей Малявин Солобович Привет Группа Джентоник Слушают давно и часто Вернее верное средство Для поднятия настроения Себе и тем Кто рядом А вот на концерте Пожалуй Пока 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 не был ни разу Надо в ближайшее время Это исправить Давай напомним про концерт Да 23 числа 23 апреля Милости просим Все в Гластенбери Пап Что тут на Дубровочке Находится В Москве И большое там Достаточно помещение Влезут все В любом случае Это все вечером Где-то в районе 8 Там сбор обычно Ну в общем Следите У нас есть в контакте Группа И там будут Подробные объявления Воззавайте вопросы Если что Вдруг мы отвечаем Так Но это сейчас Про Москву А концерты Вне Москвы Например Вот пока Запланированных мероприятий Нет Потому что мы Сейчас в таком виде Были разобраны Я уже говорил Про это И мы так Сознательно Взяли паузу Что мол Ну вот надо бы Собраться Подсобрать Чтобы все было хорошо И тогда уже Иметь возможность Поехать куда-то Знаю Что мы привезем Нормальный Работоспособный Ну а сейчас все хорошо Отвечаю абсолютно Ну это вот Мы сейчас работаем Там 6 песен Да пока 7-8 песен работаем Пей пока время есть А концерт большой Надо чтобы было По-разному И по-всякому И старых песен просят Тот же Малявин По скриптам и пишет Предупреждаю ребят Пусть ни в коем случае Не цитируют в песнях Юрия Антонова Он известный Склочник и Сутяга Засудить может Доброе Понимаешь Вот куплет В рок-музыкантах Все Спасибо Спасибо Гляжусь в тебя Больше нельзя Там Строчка Давайте петь Что это будет Это будет Песня актуальная Еще одна Про дорожные движения У нас Михаил сегодня Чуть не опоздал Сегодня же Куда-то Или ты разговариваешь Не-не На днях Мишка Заков Миша Это вот Про тот Как раз случай Как называется Песня подорожная Как всегда Живые В программе Живые Здесь сегодня Джентоник Со своим новым Альбомом Гаджеты Поехали Вот девушка Красивая С работы Поздно вечером Шагает через парк Совсем одна Никем не встреченная А за кустами Спрятался В заранее Растегнутых Штанах Расстроенный Психически Настроенный Критический Маньяк И девушка Все к месту Роковому Приближается А рожа У маньяка Все сильнее Искривляется И тишину Нарушит Лишь дрожание Потеющей руки Но дальше Мы не будем Фантазировать Пожалуй Мужики И все Ж противней Этой твари Озабоченной Тот человек Что едет В пробке По обочине В просторном кабинете Городской администрации Приемная чиновника Российской Федерации И в ящике стола Уже скрывается Полученный откат За только что Подписанный С большими Нарушениями Контракт И жопа У чиновников Все шире Разъедается А ненависть Народная Все выше Поднимается И новости Мы смотрим Периодически Сжимая Кулаки Ведь так до Революции Пожалуй Что недолго Мужики И все ж противней Чем от них Рефлексы рвотные От тех Кто прямо едет С ряда Поворотного Редактор субтитров Обычный врач Работает в районной Поликлинике Но что-то он хранит В своем специальном Холодильнике И перед операцией Сует бумажку Чтоб ты подписал Которую походу С Мефистофелем Он вместе составлял И вот уже рука Зловещая Со шприцем Тянется Кому-то почка Новая Наверное Достанется И страх Уже пронизывает Вас почти От мозга До костей Но в жизни Нам встречаются Порой И персонажи Пострашней Как те участники Дорожного движения Что красят губы Набирая сообщения Дорожного движения Да хорошо Красиво И самое главное Убедительное И это из жизни же В общем да Вот это очень из жизни Ты же все берешь из жизни Ты же жизнь разворачиваешь Таким боком Или скажем Другим местом Да Не так как обычно Это делают Не знаю Не знаю Я в общем-то Жизнь в глаза смотрю Периодически А ты поворачиваешь Ее той стороной Ну а тоже правильно Где глаза оказываются Только в критических ситуациях Да Тоже правильно Потому что надо На эти вещи тоже Между прочим Обращать внимание Значит Передайте пожалуйста Геннадию Диты Привет из поселка Львовский Пишет Александр Ложков Гена принял привет Принял Да Я вижу что принял На лице отразилось Что принял Привет тоже Значит Песня Суть по всему Должна называться Московская Актуальная Ну а там По желанию Каждый под свой город Так она не только Московская Там каждый уже под свой город Пишет Андрей Демен Передайте Бек Вокалистке Что она чудесна Голос очень крутой Пишет Рина Титова Свободна Ну я То есть она сейчас должна Выйти из студии Это именно Нет А я имею ввиду Что она свободна А я думал Ты ревностно относишься Как вокалист Свободна Ни один комплимент В адрес Катерины Пройти не должен Потому что здесь есть Главный вокалист Кирилл Нет Прозвучало Я сейчас скажу Жестко на самом деле Комплимент Катя Никита Свободна Катя встала и ушла Я бы ее понял Между прочим 46-47 Это короткий номер Для смс Она просто второй Только раз С нами играет Она еще не понимает Как нас себя вести Конечно стала и ушла бы Ну она просто еще не в курсе Ну не совсем в теме Она взяла и ушла 46-47 Это короткий номер Для смс Кваш Пишет сначала свои Делаете пробел А потом уже Естественно Все же хотели бы Адресовать коллективу Здесь человек Который нам писал Про уши Свернутые уже Слегка мне кажется Подобиделся В том плане Что мы тут издеваемся Не будем вам писать Нет Мы ни в коем разе Мы же по доброму Мы же по доброму Андрей Вы уж извините нас Да мы же по доброму Давайте чтобы так Отыграться Чтобы человек понимал Что Мы лирическую песню Хотите для вас Сейчас играете Обязательно Вы лирическую песню А я от себя скажу Когда Мужчина умудряется Развернуть женские уши Это комплимент Видите Чаще всего женщина В начальной стадии Когда вообще Незнакома С серьезным Достойным мужчиной Она ведь живет Чаще всего С завернутыми Ушами И вот Говорят же что Мужчина должен говорить Правильные слова Чтобы ушки у женщины Разворачивались Семен Немножко обижаем Мне кажется Сейчас Кого Женщин Сейчас он скажет Почему у меня Жена с завернутыми ушами Что ли Он сейчас спросит Не 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 Так вот я и говорю Что если у нее Все в порядке с ушами Значит достойным Это аллегорическая Достойным Это аллегория Метафора Погуглите если что Что это такое Так вот Это говорит о том Что мужчина достойный Сумевший в свое время Сделать все возможное Чтобы Заинтересовать Да Хорошо Все закрыли тему Спасибо за подсказки А почему ты то Хочешь закрыть тему Я не люблю людей Я хочу чтобы люди Ну остались Не люблю людей Точка должна быть Не люблю людей Но Хочу чтобы они были довольны Потому что Когда они меня не любят Это больно Здесь сегодня Джентоник Их свеженький Ноенький альбом Гаджеты Вышел он совсем Недавно я так понимаю Да На обложке Буквально еще Да еще тепленький Ну я просто держу И понимаю что Руки жгут 15 год Вот мы собственно Отыграли такую Уже успели Концертную презентацию Но она не полная была Мы без ООО еще играли Это вот как только Тираж мы получили Все побежали Все концерт играть И все собственно Вот буквально пару Может быть тройку недель прошло Ну клево Клево Это здорово Что презентация происходит Именно здесь И именно сегодня А сегодня прям да Вот как тоже Первого апреля Надо будет Давайте еще попоем Потому что я понимаю Что в программе Еще есть заготовленные песни А время то уходит У нас 20 минут С вами осталось Такая вся программа Да давайте Обещанную лирическую Старенькая такая композиция Но лирическая У нас с лирическими Сами понимаете Ну да Туго Поэтому мы так вот их бережем Как всегда живой звук В программе живые Здесь сегодня Джентоник Поехали Я давно не слышу Ничего Кроме стука сердца Твоего Я хотел бы биться Вместе с ним Словно в клетке птица Пока хватит сил Я не вижу солнца Кроме глаз Я не помню время Кроме счасть Я не знаю слаще Кроме губ Только с них слетает Страшный звук Только с них слетает Что в твоем сердце Нет больше места Для меня Что в твоем сердце Нет больше места для меня Что в твоём сердце Нет больше места Что в твоём сердце Нет больше места для меня Если без тебя, то нету Смысла мне дотать планету Смысла просыпаться завтра Смысла знать, где ложь, где правда Ждёт прибоя замок из песка Ждёт судьба обрыва волоска Мой корабль уже идёт на дно И его волнует Лишь одно его волнует Что в твоём сердце Нет больше места для меня Что в твоём сердце Нет больше места для меня Что в твоём сердце Нет больше места Что в твоём сердце Нет больше места для меня ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет больше места для меня Нет больше места для меня Что в твоём сердце Нет больше места для меня Что в твоём сердце Нет больше места ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Владимир Панин Красиво Правильно сделал Кстати, смотри-ка Народ-то у нас с хорошей памятью Да Глеб Дунаев пишет Смотри что А моя жена посчитала Двойную доминанту от ми минора Если это ещё актуально Конечно, получилось Фа диез минор Бинго А говоришь А говоришь А говоришь Не знаешь правильно Мне сказали духовики Мы же на перерыв ходили А, то есть ты уже подспрашал Они посмотрели у себя в нотах Может, чего подарим Может, альбомчик подарим С вашими автокартами Конечно Человеку Так долго у нас Ответ на этот вопрос Надо бы теперь выяснить Где у нас Глеб Дунаев находится И как он, собственно говоря Сможет забрать Город Владимир Давайте так ещё контрольную Двойную доминанту ему загадали Что если он одну отгадал Он за вторую должен посчитать И тогда узнаем точно Ну, если будете проездом В Москве Альбомчик мы вам оставим Заедете, заберёте Значит, Александр Хлопков пишет Всё, хватит Прекращаю пить джентоник Уже не прёт Теперь буду джентоник слушать И получать необычайнейшее удовольствие Если мы спасли одного Легко, весело Непринуждённо Полный Минус один Полный расслабон Ребята, молодцы Ну, это правда круто Чё там скажешь С каждой песней понимаешь Что творчество У коллектива очень разноплановое С одной стороны А с другой стороны Всё очень проникновенно Даже если песни весёлые Всё равно у них находится Что-то такое Что можно назвать душевным Душевной составляющей коллектива А, кстати Послушай, если мы говорим о душе Вот это твоя веселость В песнях Как минимум В творчестве Как мне кажется В некотором смысле Попытка спрятаться Что ли От жестокого Тяжёлого мира Скорее не спрятаться А как-то Ну, чуть-чуть Ну, если не поменять То разукрасить Ну, как Мы можем не заменить ничего Мы можем так покрасить Что, ну, вроде Незаметно Ну, я немножко Не о том хотел сказать Уж прости Просто мне показалось Что в жизни Ты человек Куда более смурной Если такое слово Применить Чем в текстах Чем в песнях Надо спрашивать Вот у этих Гарбет Насколько Да, да, да Дураки Надо отвечать Здесь нет Я же заплатил Мало заплатил Ну, вы всё поняли Короче Браво С ними всегда Есть о чём поговорить Джентоник здесь Сегодня С презентацией Альбома Гаджеты Если вы Заинтересовались Вам понравилось Вы уж найдёте Как приобрести Этот альбом Я считаю Что Время Помогать музыкантам Пришло Я имею в виду Сейчас вообще Российскую музыку И если есть возможность Как-то бывает Скачать За какую-то денежку Там ведь никто Часто сейчас делают так Что уже денежку-то просят Ну, сколько можете Рубль так рубль Два так два, да Не важно сколько Важно, чтобы человек Хоть что-то Заплатил за ту работу Которую проделали музыканты Делая, выпуская Этот альбом Так Есть какое-то Вот я подметил Для себя сообщение Но оно убежало Так много сообщений Всяческих разных Уже не обнаружил Чтобы время не терять Задам свой вопрос Коллектив у вас мужской Вот Катя Единственный представитель Женского пола Тонко замечено Да Очень изящный Я вообще внимательный Я наблюдательный человек Ты знаешь При этом на альбоме Объясню Катя Нет Нет Потому что Я еще раз говорю Мы же недавно сменили Состав Эти песни В свое время Записывались еще Старым составом Большей его частью Да Которые вот потом Приготовлены были Сведены там Достаточно долго А все это Проходило как раз На рубеже Когда мы поменяли Барабанщика Поменяли Бэк-вокалиста Который там Обозначен В альбоме На самом деле Этих людей Можно упомянуть Тоже Дмитрий Петров Бэк-вокал Михаил Рожин Барабаны Он к вами приходил Вместе с нами Прошлый раз Он как раз играл Так что Ничего с этими людьми К счастью Плохого не приключилось Ну просто так бывает Что в группе меняется Ситуация У людей меняется Ситуация жизненная Мы счастливы Я лично счастлив Что у нас Как-то все Я переживал Что поломается что-то Нет Нашлись люди Которым это хочется И нравится Я надеюсь Мы и дальше Ну еще какое-то Количество времени Будем людей Отучать от Джентоника От алкогольного Джентоника Сергей Цуканов Пишет Не знаю уместно Или нет Но их творчество Я сравниваю С баснями Крылова Шутливо Но с глубоким Смыслом Ну в данном случае Сергей просто Или я повторил Мысль Мне вот Мне как бы Такое сравнение Лично приятно Почему нет Ну мне тоже кажется Это должно быть приятно Значит На тему Рок музыкантов Эта смс Пришла на 46-47 Я видел Дядик небритых С палкой в руках Очень странных типов Налачена челка Забритые височки Подвернутые джинсы Торчат из кроссового Носочки Это текст уже пошел Да Ходят по улице Делают селфи О рок музыкантах Не слышали В детстве Я Сейчас не очень понимаю Это как человек Сам себе конкурс объявил И прислал Да Сам себе объявил конкурс И прислал Стихотворение Это текст к песне Какому-то куплету По-видимому За рок музыкантов Мы благодарны Конечно Но за использование Мы конечно засудим Обязательно Берите пример С великих Конечно Берите Они же и засушивают Нам столько платить Периодически Сколько у вас По плану еще песен Заготовлено Скажи мне Две У нас да Было еще две Но мы можем и одну А если наш друг Который в Москве живет Зайдет Заберет Можно так Можно Это Глеб спрашивает Который наконец-то ответил Можно на самом деле Как угодно Можете обращаться Напрямую В группу К нам Вконтакте Писать Ну Глеб Дунаев Ты запомнишь? Глеб Дунаев Жень запомнишь? Жень запомнишь Напишите Прямо в группу Я Глеб Дунаев Который отгадал Двойную доминанту И мы решим Этот вопрос Двойная доминанта Да Просто пишет Двойная доминанта Иди Сверху Шлеп Хорошо Семен Простите за назойливись Но в слове хлопков Ударение на первое Хлопков Вообще можно и так Я не обижаюсь Но Александр Мне очень нравится Ваше сообщение Прежде всего по второй его части Мне тоже Когда да Написано Хлопков или хлопков Трудно угадать Где ставится правильно Ударение Потому что хлопков тоже бывает В Узбекистане Хлопков наверное В общем да Он и есть хлопков на самом деле А я называл хлопком Просто я когда Столкнулся с фамилией Иванов Оказалось он Иванов С тех пор я уже Ничему не удивляюсь Поэтому всякий раз спрашиваю Где правильно ставить Ударение У американцев еще хуже Ты знаешь У них как тебя зовут Это пропаганда Джон Как по буквам И человек начинает по буквам Потому что Джон может быть Джохан Или просто Джон У нас с фамилиями Только ударение могут Не попадать Петь будем? Да Ну так что сидим? Как называется следующая песня? Песня Ну вы уже поняли Что у нас все на злобу дня Ну да Санкции Как всегда живой звук В программе живые Здесь сегодня Джин Тоник Чем ближе к финалу Тем горячей Крючь вынимаю Лифт выживаю Лифт выживаю Дверь открываю А там жена Громко пекая Лишь успеваю Сказать здравствуй, родная И сразу на Да я кругом виноват Уже второй день подряд Но я прошу разобраться Не применять ко мне санкции Мы пострадаем, поверь От обоюдных потерь Но не давая очнуться мне Ты приняла резолюцию Не нарушая И не превышая Я шел за трамваем И тихо пел Ла-ла-ла Что мой черный ворон Был грубо оборван Ведь бдителен орган Внутренних дел Вот полицейский наряд Там трое крепких ребят Но я вступил в конфронтацию И напоролся на санкцию И где я шлялся всю ночь Я объясниться не прочь Ты не изволишь сомневаться Я был до утра в изоляции И вот сижу в неглиже Почти что трезвый уже Но невозможно одеться мне Штаны подверглись аннексии Но нас измором не взять И сколько раз повторять Что вот в таких ситуациях Но не работают санкции Как же жалко птичку Ну в смысле время Которое улетает И незаметненько И у него остаются всего-то пять минут Это буквально одна песня И попрощаться Ничего больше у нас не остается Я в качестве анонса На завтра Программа «Живые» Сообщу Что здесь в этой студии Будет группа «Агни» Это совершенно иная музыка Абсолютно иного Внутреннего состояния Если хотите Жанра Типа Вида Но очень любопытная Поэтому рекомендуем К знакомству Если до сих пор не знали Но о группе «Джентоник» Хочется сказать Что А с вами пить-то и не надо Братцы Вот реально Слушаешь вас И понимаешь Что Да Глядя на тебя Точно понимаешь Что хватит Это же все Да Очень хорошо Тонизирует Внутренне Очень хорошо Очень Классное ощущение От Как будто Посиделки такие были Посидели Выпили с друзьями А ни запаха Ни в крови ничего Можно за руль садиться Совершенно спокойно Очень ценное качество Вашей музыки Спасибо Спасибо Старались Да ну Конечно старались Куда вам деться Я думал Тут человек написал Какую-то вам Гадость Читаю Значит в чате Противно И обрадовался А потом смотрю Нет И я расстроился Думаю Противно Думаю Что именно Имеет ввиду А как это Протвино Это населенный Мы сами Допустим Частью своей Из города Климовск Я знаю Часто оговаривается Поэтому я понимаю Человека Испротивно Спасибо вам И за альбом Спасибо Я имею ввиду За ту работу Которую вы проделали Для того Чтобы записать Эту работу Продон За тавтологию Эту пластинку Давайте так скажем Спасибо Что были у нас Спасибо Что 1 апреля Это день Который мы Теперь уже Точно связываем Железно С группой Джентоник Судя по всему Нам надо в план На следующий год Тоже вбивать Юля 1 апреля Если это не выходной день Как минимум Ну по крайней мере Аудитории это нравится Уже хорошо Это уже показательно С этой пластинкой Что-то наверняка Я договорюсь С одним человеком От которого Это зависит С этой пластинки Что-то будет звучать В эфире Потому что есть Достойные песни Я считаю Что их должны слушать В постоянном режиме Спасибо Что были у нас И чем вы закончите Программу сегодня Мы закончим тем С чем обычно Ассоциируют нашу группу Ну с песней которую Это Водитель КамАЗа Молодец Вот правильное решение Спасибо За сегодняшний вечер До завтра Будьте здоровы Пока Джентоник Молодцы В старой потертой джинсовой жилетке В серых штанах И в коричневой кепке В огромных испачках На глины И в ботинках Таких теперь нет Разве что на картинках Немного не брит Немного помят С утра С бутунища Под вечер Поддат Такой персонаж Затмосковский Братийский Практически Вымер Как тигр Немного помят И даже в театр Он не модельер Он не модельер И не там взор Из клуба Он по ночам Не красит Помады Губы Даже в театр За всю жизнь Я сходил Не разу Он просто пужик Он водитель Гамаза И в ней Поем все Поем все Таких мужиков Почти не осталось Они все Переквалифицировались В артистов Дизайнеров И в дизажистов Побрели поднышки И осталось Ставить без шофера И сделать ни шагу И сделать ни покупки В универмагах И сделать себе Трехэтажную дачу Мы все без него Пропадем Однозначно Он не актер Из телесериала Он даже не муж А Пугачёв и Аллы Не последний герой Но ему и так неплохо Он просто мужик И все ему Он не актер Из телесериала Он даже не муж А Пугачёв и Аллы Не последний герой Но ему и так неплохо Он просто мужик И все ему Камазы Камазы